Машук 2016 продолжает работу. 2,5 тысячи участников молодежного форума посещают мастер-классы, знакомятся со звездами и известными политиками. Скоро начнется защита проектов, а накануне для ребят организаторы устроили День Дагестана. Что из этого вышло, Леонид Нечапуренко расскажет. Организаторы объявили День Дагестана. Количество джигитов увеличилось вдвое. От желающих сфотографироваться в традиционной горской одежде нет отбоя. Ну а у тех, кто хочет получить от этого события нечто большее, чем просто эффектное фото, есть возможность научиться чему-то новому. Дагестанские мастера готовы поделиться секретами своего мастерства. Несколько тысяч ударов молоточком нужно сделать, чтобы вручную ограничить средних размеров жестяной кувшин. Дагестанское село Ичичали можно смело назвать селением лудильщиков. Уже несколько веков местные мастера специализируются на металлической посуде и предметах быта. Сегодня позабытое было ремесло активно возрождается. Это забытое, можно сказать, давно это не делалось. Сейчас уже возобновляется все. Я бы хотел вам продемонстрировать, показать. Вот этот кущин, который вот сзади нас, это различные времена, различные мастера делали. Ну там по всему району, по горно-территориальному району, в республике Дагестан, каждое село, каждый фасон. В селении Балхар говорят, что глина им дороже золота. Настолько тяжело сейчас добыть качественный материал для традиционных изделий. Глину сами вымывают, сами вымешивают босыми ногами, а затем на гончарном кругу из нее рождается красивая и полезная утварь. Сами изготовители утверждают, она ни в какое сравнение не идет с обычной магазинной посудой. С нашей посудой, когда кушат, готовят или пьете воду, бывает особый такой вкус. Я вот в фарфоровых, я никакой вкус не чувствую. У нас в самом деле, в нашей посуде воду нальешь, под солнцем поставишь 50 градусов, эта вода наоборот холодеет. Вот это необъяснимые чудеса есть в нашей посуде. А эти деревянные изделия и вовсе уникальные. Чтобы свишесрубленное дерево превратилось в декоративный предмет, нужен срок больше года. Если дерево не сушеное, нужно его сперва на станке делать, потом поставить на опилку, чтобы оно сушило. Где-то год уходит, чтобы дерево сушилось. Год, чтобы только просушилось? Да. И после этого мы наносим вот такой узор. Приехали проведать свою делегацию представители руководства республики. Осмотрели лагерь, посетили подворья, пообщались с ребятами и ответили на их вопросы. Ну и разумеется, День Дагестана не мог обойтись без зажигательных кавказских мелодий и энергичных экспрессивных танцев. Все это ждало гостей на традиционном вечернем концерте. Представители всех делегаций собрались возле главной сцены и подпевали, и двигались в такт, из какого бы региона они не приехали.